Число пострадавших в результате метеоритной атаки на российский город Челябинск превысило тысячу человек. Метеоритный дождь над Уралом прошел в пятницу утром. Взрывная волна повредила здания в нескольких населенных пунктах. Материальный ущерб исчисляется десятками миллионов долларов. Часть экспертов полагает, что упавшие на Урал осколки отделились от огромного астероида, который буквально несколько минут назад прошел мимо нашей планеты. Стоит ли ждать от небес новых неприятных сюрпризов? Ответ на этот вопрос, а также подробности инцидента в Челябинске в материале Вадима Милицина. Жек, это что такое? Челябинская окрестность тряхнула в 9.20 утра по местному времени. Одни говорят, что это был метеоритный дождь, другие считают случившийся взрывом в атмосфере цельного баллоида. А город подумал, учения идут. Падению осколков небесного тела на землю предшествовала яркая вспышка на небе. Насколько она была мощной, хорошо видно на этих кадрах. Камеры наружного наблюдения в какой-то момент практически ослепли. На всей гигантской территории Урала наблюдались перебои с мобильной связью. В небе над городом Челябинском был заметен объект, который пролетает по воздуху большой скоростью, оставляя след в воздухе. Спустя две минуты было слышно последовательно три хлопка, и образовавшейся ударной волной были выбиты стекла в городе Челябинске и в ближайших городах. К концу дня количество пострадавших в результате метеоритной атаки перевалило за тысячу. Более 40 человек госпитализированы серьезными травмами, самое характерное из которых – порезы лица. Осколки метеорита на огромной скорости врезались в дома, круша оконные рамы и в Древесге разбивая стекла. Травмы идут в основном резаные, ушибленные раны ввиду повреждения. Рам, стекол, все это посыпалось, полетело. И, соответственно, все это… Ну, сколько народу вы видите сами? То есть мы приняли уже, наверное, человек около 60-70, полный коридор. Более всего пострадал Челябинский цинковый завод. Судя по всему, в одно из его зданий врезался самый крупный кусок метеорита. Ударной волной была разрушена кирпичная стена склада. Тем не менее, цинковый завод героически продолжил работу в обычном режиме. Космическая атака взорвала не только Челябинск, но и российский интернет. Блоги завалены остроумными и не очень комментариями и коллажами на тему уральского происшествия. Среди самых популярных цитат дня такие. Жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска. И население уральских деревень хлебом и солью встречает марсианских воинов-освободителей. Падение обломков космического тела помимо Челябинска наблюдали в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Оренбурге и Магнитогорске. Специалисты, в том числе из НАСА и Европейского аэрокосмического агентства, считают, что засечь приближение к Земле уральского астероида в силу небольшого размера технике было не под силом. Скорее всего, до взрыва объект не превышал 10 метров в диаметре. Земные телескопы не способны реагировать на столь малые размеры. Многие эксперты полагают, что упавшие на Урале осколки были частью астероида, который пронесется мимо Земли в ночь с пятницы на субботу. Космический объект размером с половину футбольного поля, получивший обозначение DA14, приблизится к нашей планете на расстояние 27 тысяч километров. Астероид столь большой величины подойдет так близко к Земле впервые за всю историю наблюдений. Если объект такого класса и размера упадет на нашу планету, столкновение приведет к катастрофе и значительным разрушениям в масштабах отдельно взятой страны. По состоянию на три часа дня по времени восточного побережья США Армагеддон не случился. DA14 приблизился на максимальное расстояние от Земли, пройдя между орбитами Международной космической станции и погодных спутников. На Земле еще возможны перебои со связью, но не более того. Астероид уже начал неспешное путешествие обратно в дальний космос. Столкновение космических объектов подобного класса с нашей планетой происходит крайне редко, примерно раз в полтора тысячелетия. Но, как видим, сюрпризы все-таки случаются. Вадим Елицын.